не добрый вечер дорогие друзья я хочу чтоб сразу все кто смотрит первый раз им сказать живи беларусь слава украине россия без путина что вы просто нажимали дизлайк и дальше не смотрели я хочу поговорить сегодня о марше во дворах в республике беларусь и говорить буду переполнены эмоции знаете я же всегда избегаю жестких кадров каких-то сцен даже сцены посещения в больницу диктатора не включал чтоб youtube не ограничивал показ видео чтобы вы видели больше людей у нас уже стало настолько много что я сегодня хочу показать все что происходит республики беларусь и что все мировое сообщество все свободные люди видели какое это кошмар и ужас последние две недели люди уже не проводят марши на проспектах не идут к дворцу независимости не просто солидарно начинают все в своих дворах сути дела двор это же его дом точно такой же где гуляют дети где стоят детские площадки и они там собираются по всему городу минску чтобы показать что мы есть вот они и нас на много и что все видели выглядит это со словом 0 агрессии она отрицательная это добрые и и восемьдесят процентов населения обычные люди с цифрой ноль наркоманов ноль алкоголиков ноль тунеадцев ноль дебилов образованные умные от самого маленького возраста до стариков сегодня началось все как обычно люди просто собирались в своих дворах обычные люди гуляют во дворах их сотни ничего не бьют ничего не ломают ничего не крушат и таких же дворов сотни и и вроде ж все классно посадили этих чернокнижников на шпагат не мечутся по всему городу не знают что делать эти полщища настоящих фашистов карателей начинают заходить во дворы просто во дворы уходи 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 дальше происходит следующее они начинают бегать за людьми и их избивать я до сих пор уверен друзья белорусы если б маленький диктатор с точной стороны сказал нет вас бы ничего не было и лукашенко уже не было а так как он боится дико что на вашем примере его снесут еще и до выборов он как и лукашенко несет полную ответственность за то что у вас происходит то что вашим силовикам сказали они все теперь случае чего сотрудники омона российской федерации когда вы победите не успеете закрыть границы они все будут там точно так же будут убивать и жестить только русских наш беркут уже разгонял митинги в москве глава киевского омона уже руководит разгонами демонстрации в москве я не понимаю откуда столько зверства к простым людям я не понимаю откуда у человека вообще такой уровень агрессии я им сейчас включу видео которое завтра возможно станет вторым ромбой бондаренко это настолько сконцентрированный сильный удар палкой в голову что пацанчик лет 18 который вообще ничего не делал вот просто во дворе находился вы сейчас это увидите но он в полной отключке посмотрите этот кошмар в полной это что он он и в в в я смотрел раза три в повторе это же не по ногам не по спине это в голову в затылок молодого пацана и завтра в белоруссии может быть очередной траур он его убивал еще три кадра не видно как избивали очень сильно кричат люди еще три видео людей несут в полном бессознание не вообще как тряпки их волокут в машины на остальных кадрах везде одни и те же это везде этот губ бобик которые желтыми повязками которые раньше бегали в спортивных штанах adidas и кроссовках эти тушки теперь они каких-то пятнистых зеленых штанах но все точно также с желтыми повязками либо на плечах либо на затылке это самые звери силовых структур я еще много посмотрел вот этих в черной форме да они задерживают где-то по жести сегодня не просто заливали людей таким количеством газа притом женщин и девчонок молодых просто в лицо с расстояния 10 сантиметров заливали ужасно и стреляли в воздух то вот эти зеленые они как шакалы по дворам бегали всех подряд винтили сейчас просто человек остановили на улице подбежали сзади проверяют телефон видимо у него новый телефон ему понравилось и просто забрали чела на улице просто он шел офигеть то есть они еще и гоп-стопом занимаются вот так найди хоть одного в белоруссии мил молодого человека возьми его телефон и у 99 процентов будет телеграм-канал некста моя краина беларусь еще много каналов если ты туда подписан они все подписаны особенно молодежь значит тебя можно задержать а если не хочешь быть задержан тебя заберут телефон до выяснения обстоятельств это этим бандитом отдашь свой телефон чтобы не попадать в и крестина тоже вообще кошмар все сегодня впервые начали практиковать сафари на людей начали бегать догонять и стрелять людям спину во дворах где могли быть не только митингующие простые люди которые вышли за хлебом я думаю та девочка которая снимает она передаст всю ту обстановку чтоб мир узнал на чем держится эта власть сафари на людей еще есть видео где бегают по каким-то паркам стреляют вообще у них сейчас они сегодня были максимально вооружены и все с оружием 21 век и диктаторов надо сносить как можно раньше потому что если они вцепились их надо выносить вперед ногами я верю что беларусь победит и будет нормальный трибунал в двадцать первом веке за преступления и все эти разговоры что нам внушили нам отдали приказ не работать не будут потому что та жестокость та ненависть с которой ты бьешь своего может быть соседа по лестничной клетке да неважно вообще живого человека таких людей надо изолировать их просто надо изолировать для того чтобы это увидела больше людей напишите все что вы о них думаете любыми словами тогда youtube поймет его алгоритм что это надо людям видеть живи беларусь слава украине россия без путина хороших людей больше все будет хорошо всего доброго доброго